А ты хочешь узнать, что случится в конце? Этот вопрос целую неделю интересовал все интернет-сообщество. Стравительный факультет уже сегодня раскроет все карты и покажет свою студвесну под названием «Тузэнд». Что будет в конце? Интересный конец, такой эпик. Что в твоем понимании эпик? Движение, жизнь, яркие краски. Будет очень красиво. Ребята, что будет в конце? Будет хэппи-энд, надеюсь. Но я пока сам не знаю даже. Что будет в конце? Не знаю точно. Будет интересно. Это главное, я думаю. А в конце чего? В конце всего. Чего всего? Жизни, планеты, мира. Просто конец всего. Что будет в конце? В конце город освободится. И это будет замечательно. Написание сценария, репетиции, подборка звука и настройка света. Бессонные ночи перед студвесной практически обязательная составляющая каждого концерта. И стройфакт не исключение. Поэтому за пару часов до студвесны каждый набирается сил по-своему. Давай знакомиться. Ты кто? Я никто. По сути, я просто организовал концерт. А почему ты лежишь? Ну, с друзьями. Почему лежишь? Наслаждаюсь моментом. Потому что писал ее с ноября с ребятами. И немножко устал. И теперь день концерта. Я могу расслабиться и посмотреть, что получилось у ребят. С приходом и уходом людей идея менялась. И с каждым раз приносило что-то новое. Вначале у нас была любовь. Потом у нас пошло немного в другую сторону. Теперь у нас история про друзей, которая хотела сделать жизнь людей лучше. Все три дня перед концертом из зала ДК Чигуу доносился скрежет, ляск и стук, металлические конструкции, деревянные брусья. И как результат большие красивые декорации. Строительный факультет на то и строительный. И все оформление сцены на высшем уровне. Строительный факультет славится своими декорациями. Расскажите, сколько килограмм, чего, на что потратили? Много дерева, дерево, дерево, еще раз, дерево, фанеры и очень много дерева. Сколько килограмм не измеряли? В килограммах нет. Ну, в километрах, примерно километра полтора. Что делаешь? Я паяю геоды. Для чего? Это будет рамка светящаяся. А давно ты там наверху? Десять минут уже. Голова не кружится? Нет, нормально, не боюсь. Студенты стройфака хорошо работают. А вот что касается разговора, то тут они придерживаются принципа «меньше говори, больше делай». Главное качество стройфака? Не строить из себя. Как раз к вопросу о стройке. У стройфака очень крутые декорации обычно. Сколько времени на это тратили? Какие в этом году? Времени за это тратится больше, чем хотелось бы. Ну да, больше, чем хотелось бы. Упор на декорации сказался и на структуре самой студвесны. Струфак начал свой концерт необычным с деселем. Восемь ярких костюмов. Каждый из них изготавливался целый месяц. Вообще предполагалось, что я буду гейшей. Но мне все говорят, что я мышка. А ты в итоге кто? Ты мышка? Я гейша. Все остальные роботы у них угловатые формы, а у нас получились более плавные. Чтобы она немножко выделялась, отличалась от остальных. Тамара Васильева на первом курсе была моделью театра мод. Но, как оказалось, ей по душе не демонстрация одежды, а создание образов. Мы обмотали полностью ее скотчем, потом еще один скотч, потом все это покрасили. Там еще присутствует поролон. Тебе еще здесь не заторчит право. И уже пришивалось все, вот это все пластик, пришивалось все леской вручную. Для чего подсветка? Это фишка всех костюмов. Изначально он совсем по-другому выглядел. Из старого рисунка остался только шлем. И ебка. А вот ее модель Дианы Федорова наоборот. Четыре года была серым кардиналом, работала за сценой. А напоследок решила блеснуть и сама пройти по подиуму. Я участвовала каждый год в студесне. Студесна для меня это как часть моей жизни. Я уже не представляю, как можно не увлечься в эту сферу. И всем желаю, первокурсникам, всем школьникам, будущим абитуриентам, также участвовать. Ты сегодня со скольки часов в этом гостюме ходишь? Ну, сначала мы ходили где-то час, репетировали, и сейчас уже час опять одевались. Ты в нем можешь сидеть? Нет, к сожалению. Ты в нем только ходишь? Ты сколько на ногах уже? Ну, порядка полтора часа. И сколько тебе еще ходить? Часа. Ну, пока не начнется. Меньше часа хотя бы. Скажи мне, это того стоит? Конечно. Далекое будущее. Население Земли, сами того не подозревая, превращаются в репликантов, роботов без чувств и души. Но всегда есть те, кто готов бороться и идти против системы. Горд космельчаков пытается изменить положение. Получится ли у них это? Узнаем в финале концерта. Надоело быть ко всем, продыхать ежедневно, уничтожено, ковы, пыль по моим дверям, то мы здесь, мы здесь, мы идем против системы сосредственной. Юлия Иванова одна из главных героинь. В качестве актрисы на студвесне она впервые. Нервничаешь? Очень сильно. Я еще болею. Болеешь? У тебя температура? Температура прошла, я лечусь, я учусь, лечусь. Зачем тебе больной выходить на сцену? Потому что это все делается от большой любви к нашему факультету. И так как я главная героиня, я не могу не выйти на сцену. По номерам я пою, играю, в общем, дел у меня сегодня много. Что больше нравится, петь или играть? Петь, наверное, больше. Почему? Ну, потому что я этим давно уже занимаюсь, ну, и поэтому, наверное, я играю первый раз. Какой у вас сегодня номер будет самый классный? Самый классный? Тот, который будет самый классный. Это какой? А вы поймете. А ты в каком-нибудь участвуешь? Да. А что ты делаешь? Я разговариваю. Ты актер? Да. Сыграешь что-нибудь? Что именно? Покажи радость. Грусть. Злость. Обиду. Разочарование. Раз, два, три, четыре, пять. Эмоции, когда стройфак победил. Раз, два, три, четыре, пять. 45 минут концерта, и воображаемый город спасен. Жители освобождены и ликуют. Но и как в любой истории, свобода далась дорого. Главные герои пожертвовали жизнями ради нее. Слава всем героям, прогречимых временам. И оставить наше сердце, нам всегда плакать о них не уйдет. Впечатление яркое оставила вторая «Студвесна» по счету. Но строитель факультета порадовал. Видно, что ребята умеют строить. Это было видно по декорациям. Были яркие номера, которые действительно запомнились. Такого впечатления не хватало ни после первой «Студвесны», ни после концерта «Визиток». Поэтому я очень рад, идем по нарастающей. Все понравилось, были лажи, но все нормально. Без ваш концерта не строится. Я вот думал, что прошло пять минут. Пять, пять минут. Да, да. Я такой, неужели так мало, неужели так мало, неужели так мало. А потом, оп, сорок минут. Все получилось? Ну, почти, да. Но я надеюсь, зритель нас понял. Главное, это же для зрителя. Мне понравились декорации. Прям, ну, реально здорово придумали, очень красиво, впечатляет. А идею оценила, задумка? Ну, да. Оценила, поняла. Поэтому молодцы ребята. Интересно, интересно. Но вот что-то, ну, совершенно другое. Я вот 26 лет назад «Страйфак» закончил. Ну, наше время было, ну, другое все равно, другое. Декорации супер, конечно. Ну, это же студенты, это же не профессиональные артисты. А вообще понравилось? Да, вообще понравилось. Молодцы. Так, «Страйфак», не робей, все равно ты всех сильней. «Страйфак» «Мафия» представила свой вариант студвесны. Следующий концерт – студвесна юридического факультета. Какой она будет, узнаем уже совсем скоро. До встречи на студвесне. «Страйфак»